Всем привет! Сегодня я расскажу об операциях на роботах, теории внеземного происхождения жизни и еще одной причине, по которой стоит отказаться от стресса. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Группа ученых из Австралии поделилась результатами своих последних исследований, согласно которым стресс может действовать как удобрение для раковых клеток, помогая им распространяться через лимфатическую систему организма. К такому выводу специалисты пришли, проведя эксперименты на мышах. По словам специалистов, хронический стресс не только способствует увеличению количества лимфатических сосудов, связанных с опухолью, но и увеличивает поток раковых клеток в уже существующих сосудах. При этом адреналин также способствует ускорению распространения болезни. А в России жизнь зародилась не на Земле, а точнее не только на Земле. К такому сенсационному выводу пришли российские ученые, исследовавшие метеориты и обнаружившие там микроорганизмы, чей возраст превышает 4 миллиарда лет. Наша планета, да и вся Солнечная система тогда только формировалась, так что родину окаменевших космических пришельцев нужно искать за ее пределами. Где именно? Вопрос, над решением которого бьются астробиологи всего мира. Так что земная жизнь может оказаться не единственной и параллельно с нашей цивилизацией в космосе могла зарождаться, эволюционировать и развиваться другая жизнь, не исключают ученые. И напоследок в Татарстане. Удалить больной зуб, принять роды, провести сердечно-легочную реанимацию или даже сложную операцию могут студенты-медики из Казанского федерального университета. Отработать любые медицинские манипуляции в симуляционном центре вуза можно на роботах-манекенах. Симулятор дышит, разговаривает, определяет, какие лекарственные препараты ему вводят и соответственно изменяет параметры жизнедеятельности. На площади в 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленности, кабинет эндоскопии, операционная и интенсивная терапия, родильное отделение, педиатрия, детская и взрослая реанимация, кабинет травматологии и УЗИ. А на этом все.